Джон Дональден Джатаханья. И вот знаете, Алексей, мне Джефф Монсон никак к снеговика не напоминает. Это скорее такой старый волк или медведь-шатун, который пробудился из-за нашей такой слишком теплой зимы. Такой видавший виды, израненный в многочисленных боях, но который все равно продолжает сражаться с молодой порослью. И раз за разом доказывает, что рано его еще списывать со счетов. Идет вперед, Джефф Монсон. Как верно замечали, действительно, этот человек не может жить без единоборств, без смешанных единоборств, без мира ММА. Получает слева сейчас неприятный удар Джефф. Ну и вот то, о чем мы говорили. Капа сейчас, не об этом, конечно, мы говорили, о том, что Капа сейчас вылетел у Джеффа Монсона. Пытается за счет движения уходить с линии атак Джеффа Монсона Дональден Джатаханья. Пытается действовать джебами. И мы видели уже несколько лоу-киков он нанес в сторону Джеффа Монсона. Только работа ногами. Только уход на дальнюю дистанцию и обстрел вот такой вот ветерана может спасти Дональден Джатаханья. Но для этого, конечно же, нужно чувство дистанции. Нужна выносливость. Посмотрим, в какой мере ей обладает... Это Камерунис! Это нокаут! Нокаут! Вот это да! Справа сумасшедший удар получается у Дональда. И он нокаутирует снеговика. Ничего себе, дорогие друзья! С одного удара! И вот Батухасиков же замечал, что буквально единицы людей за всю карьеру. А Джеффа Монсона сумели его нокаутировать. Сумасшедший удар через руку! Попадает в челюсть и буквально ныряет на канал Джефф Монсона. И похоже, Алиба Гудину придется забрать свои слова обратно. Да, и рефери отработал просто великолепно, блестяще. Он сразу же понял, что это не симуляция. Мы знаем, что Джефф Монсона часто... И помним по поединку с Вёдором Емельяненко так. Казалось бы, руку он на кармас, но просто заманивал соперников партер. Это был не тот случай. И рефери еще промедлил он буквально секунду или две. У Джеффа Монсона были очень серьезные проблемы сейчас.